Час икс для участников праймерис наступит уже послезавтра. Чтобы предварительные выборы прошли без сучка и задоринки, Федеральный оргкомитет Единой России выходит на видеосвязь с регионами. Главная задача партии – учесть мнение каждого, кто придет на избирательный участок. Наша с вами задача, коллеги, в оставшиеся два дня, приложить все усилия для того, чтобы все желающие смогли принять участие в предварительном голосовании. Найти свой счетный участок, знать, где он находится, проголосовать. Принимать документы у желающих стать народными избранниками в Самарской области начали в середине февраля. Изначально зарегистрированы были 263 человека. В дальнейшем кандидатуру семерых из них снял Федеральный оргкомитет. Были и те, кто добровольно отказался идти на выборы. В ходе агитационной кампании кандидаты встречались с жителями, участвовали в дебатах. Обязательное условие – выступить на них хотя бы дважды. Что характерно для праймерис, накануне голосования не наступает день тишины. С момента регистрации и по завтрашний день, по 21 мая, имелось возможность проводить встречи, контакты и так далее. Работать с избирателями, доказывать, что они лучшие, что они могут быть теми, кто представит данных избирателей от партии «Единая Россия». В день предварительного голосования в регионе откроются 354 избирательных участка, пятая часть от всех существующих. Они будут работать с 8 утра до 8 вечера. Оборудовать их начнут завтра. На каждом пункте обязательно должны быть кабины для тайного голосования, урны информации о кандидатах. В Самару уже завезли 20 тонн бюллетеней с именами тех, кто намерен идти в Госдуму. Еще как минимум столько же с кандидатами в губернскую отпечатали в регионе. На избирательном участке каждый человек получит 4 бюллетеня. Здесь кандидаты по спискам и по одномандатным округам в Государственную и в губернскую думу. Всего 247 человек. Примечательно, что голосовать не обязательно за кого-то одного. Можно выбрать хоть всех. Главное, чтобы отметка стояла четко в клетке. На основе этого будут формироваться рейтинги кандидатов. Самарские единороссы ожидают, что на участки придут как минимум 10% избирателей. В понедельник, 23 мая, Генсовет партии рекомендовал регионам провести пресс-конференцию. И рассказать, как прошло голосование, какой была явка. Окончательные результаты огласят в среду. Именно тех, кто получит возможность представлять интересы жителей на федеральном и региональном уровнях, станут известны 25 числа. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.